Всех приветствую у себя на канале. Забрала я сегодня... Да, наверное, еще сегодня. Хотя у меня эти часы, наверное, те стоят. В общем, забрала я сегодня. Ну, как говорил мой... Первый парень. Ты проснулась уже сегодня, да? И когда я лег, тогда это и было сегодня. Завтра я наступила. А в общем, как спать я еще не легла, то, наверное, у меня еще сегодня 23-е. Что это у нас? Среда, да? В общем, 23 августа забрала я свою посылку маленькую, заказик, в базе Озона, которая у нас находится, по-моему, по Ярославской, 50. В гостинице Углич, где еще Угличская газетка находится, на последнем этаже, где я когда-то внештатником работала. В общем, раньше оно было, так заходите и направо. А теперь захожу, значит, и написано, что Озон на минус один этаж. Я так офигела, вслух говорю, надо же, тут еще есть минус первый. На этаж ниже, значит, минус первый этаж. Почти ряды шоссе только наоборот. Ну и тут до меня доходит, что мало того, что это минус первый этаж, этаж низ, это подвал. Я боюсь подвалов, боюсь лифтов, замкнутых пространств, так еще и лестница на этот этаж такая. Ну вот, безбарьерную среду религия запретила вообще. Я понимаю, что это не претензию Озона, а тех, кто вот этот Озон базу переместил вниз. Но, блин, мало того, что безбарьерную среду религия запретила, вниз спускаешься ни за чего не подержаться. Я еще всегда, еще вкратце, когда-то нас заводили на 70, что ли, лет. Ну, короче, на какой-то юбилей была такая закрытая, открытая вечеринка по приглашениям в ГЭС. Я еще какое-то место в свое время, в 2005, что ли, году занимала, мне какую-то бумажку давали, книжку и кучу призов за какой-то стишок ГЭС посвященный. В общем, музей ГЭС углический, и там вот тоже вверх-вниз по лесенкам идете, вот они такие серые лесенки, хотя там было за что подержаться, но именно вот такое однотонное я тогда, да и сейчас как-то хреново вижу. В общем, меня всегда в такой стубор впадало, я очень медленно по этим лесенкам шла. Тут примерно такая же плиточка серенькая по цвету моего штатива, где-то посветлее, где-то потемнее, но суть в том, что не совсем понятно, где эта ступенька начинается, и я очень осторожно спускалась. Подниматься-то почему-то я нормально поднималась, а вот спускаться безборезная следа отсутствует. В Карелии, помню, она первым самым местом, по-моему, впервые именно в Карелии она начала, так актуально так водится, много-много-много. Эти желтые полосочки потом в Москве в каком-то году, я ее в метро узрела. Ну и я спускаюсь, у нас же база Озон, конечно, как обычно, но стабильно часто. Мало того, что она работает с 3 до полшестого по будням, это считайте 5 дней в неделю, 4-5, 2,5 часа в день, так она стабильно или закрыта, или куда-то ушла. И тут она, значит, закрыта, и телефон, по которому звонить. Я думаю, фиг знает, может, другой телефон набираю, оказывается, у меня он в телефоне базовый Озон, выдача, значит, и он у меня как бы набрался. И суть такая, что я звоню и понимаю, что телефон-то играет за дверью, которая вообще закрыта. Вот этой базы выдачи, она внутри закрыта. В смысле, этот телефон изнутри закрыт, в этой базе выдачи маленькой. И человек, который там работает, в смысле, это просто человек, я слышу, что кто-то по телефону разговаривает, я так поняла, что она опять из магазина, пришла, там рядом магазин пятерка. Я не в претензию к ней, но ты 2,5 часа работаешь. Я, блин, иногда стремаюсь в туалет выйти, потому что, знаю, допустим, 4 часа на работе обычно поток как раз людей идет, вот именно около 4-х смотреть вот эти шмотки. А тут ты 2,5 часа работаешь. И вот в чем меня напрягает, у нее второй раз одна, по-моему, одна и та же, она может их 2. Это женщина, которая там вот это все выдают на этой базе. Она стабильно при тебе говорит по телефону. Меня это раздражало, когда у нас еще был открыт магазин Атрус, который закрылся, подозревая, именно из-за того, что продавцы не хотели работать. Иначе бы он не закрылся. Вот сидит на кассе человек, говорит, а-та-та-та-та-та по телефону, тебя обслуживает. Ты как, ты сидишь на работе, ты и должна улыбаться покупателю, что ты сидишь на работе. У тебя все твои личные проблемы, это я так считаю, не только вот продавец-то вообще все, любая профессия, ты все свои личные проблемы должна оставить за дверями своей работы, если у тебя плохое настроение или еще что-то. Если ты не можешь там натянуть лыбу, то сиди дома в этот день. И ты как бы должна заниматься, должен заниматься, да, не только она женщина, мужчина, в общем, человек должен заниматься как бы своей непосредственной работой. Уже в свободное время тра-та-та по телефону. И вот она, тра-та-та по телефону. Последний раз я там что-то забирала, тоже какой-то заказ, она точно так же, по-моему, родственнику заказывала, что-то такое. Она тоже тра-та-та по телефону. И вот она спрашивает, какую посылку, какая размером. Я говорю, что это кофе, что небольшая коробка два раза. Вот я говорю, что это небольшая коробка, а она смотрит огромные коробки. Ну, там одна только небольшая коробка моя была. Ну, в общем, я получила, все нормально, мне выдали халявный пакетик, претензий к озону в этом плане нету, правда, задержали мне доставку на один день, хотела написать, я специально ездила в основном из деревни, из-за этого приехала, потому что написала, когда оформляла заказ, если вы оплачиваете в этот же день, то 21-го вам доставка. С 21-го ничего не было, с 22-го написали, пришла смс-ка где-то без 8 минут 5, хоть я и находилась там, где, в принципе, даже на велосипеде могла бы доехать, но я сидела на концерте в душной библиотеке, о чем вчера говорила. И, в принципе, может быть, оно, конечно, пришло, его не успели разобрать и расписать, потому что оно, конечно, думаешь, что это тупо задержка была, как обычно на один день, обычно им пишешь, они там тебе, извините, извините, вот вам 200 баллов на оплату там одной четвертой заказа, извинения, типа за то, что вот мы задержали, ну, видимо, ну, если бы я, конечно, написала, может, они бы так и сделали, но я решила подождать еще один день и написать, если что, в среду. В результате оно вот во вторник пришла, это смс-ка, и в среду я забрала. В общем, я не стала распаковывать до конца, и как вот оно обычно приходит, и если у вас оплачено, не знаю, как, если у вас не оплачено, если предоплата, ну, если нет предоплаты, то как это выглядит, я не знаю, потому что обычно я стабильно так оплачиваю заранее. Оно вскрывается при вас, не покажу тут адрес, в общем, вскрывается при вас, так вот, ножичком прорезается, там бумажка достается, вы бумажку подписываете, фамилия, значит, это подпись, подпись, расшифровка, день, когда вы забрали, и во сколько времени, потому что оно вводится потом в систему, и вот уже на самом-мом сайте оно уже отмечается, что человек забрал, да? И, значит, тут вот в этот раз была наклеечка такая, не бросать крупкий груз, мне как-то вот с такой наклеечкой на почте я получала какую-то, где-то что-то такое заказывала, какую-то посуду себе и подружке тогдашней, и тогдашней девчачьей компании, ну, и там тоже такая была наклеечка. Ну, и, в общем, у нас тут бумажка такая, за что мне кофе обошелся, как я говорила, по бонусам в предыдущих видео, если вы смотрели, если не смотрели, то скажу, в общем, у меня там были какие-то остатки, 73, что-то балла каких-то вот этих подарочных, изменительных были, потом бонусы, спасибо, которые я трачу исключительно на Азоне, потому что я не знаю, где у нас угрыша, еще их можно потратить. Тянча еще когда-то давно кидала, почему-то мне всегда везло вот это с бойфрендами, они из меня деньги тянули, ну, я же охренеть, какая богатая, да, особенно те, которые раз 10, как бы, состоятельнее, чем я в финансовом плане, они постоянно с меня тянули деньги. Ну, допустим, пригласили меня погулять и, чтобы как-то компенсировать свою трату времени на меня, попросили сделать подарок ему, мальчику, обычно мальчику, вроде девочки там дарят цветочки, конфетки, да, или, допустим, потом меня этот мальчик пригласил, мужчина, не мальчик, мужчина, пригласил в кафешку, как моя однокласска как-то, нас с моей тогдашней подружкой пригласила в кафешку, она была без денег совершенно, и у меня что-то горяк был. И она, то есть, что, я вас приглашаю, то все, в результате каждый за себя платил. И тут также мальчик вас, ну, если вас приглашают куда-то там, вот если я кого-то приглашаю, то я плачу за себя и человека, вот, у меня так нормально было, я помню, подруга приезжала в Москву, и просто чисто уже, вот, я очень хотела в одном кафе посидеть, шоколадница, знала, что у нее, как бы, не очень с деньгами в этом плане, полтологическое видео было. Ну, и я, она заказала что-то себе, платила за себя и за нее. Тут же вас приглашают в кафе, и, значит, это, типа, каждый сам за себя. Это я вот про то, что, как из меня, деньги обычно люди тянули. Ну, и я помню тогда, тогдашнему буйфренду этими бонусами НТС оплачивала. В общем, а тут бонусы, я не знаю, куда девать эти бонусы, спасибо, у меня иногда появляются, и я их иногда стабильно отставляю на зоне. В общем, кофе мне обошелся, доставка 99 рублей на базу выдачи, сам заказ обошелся 377 рублей 10 копеек. Экономия 320 рублей в заказе, это, видимо, со всеми бонусами вместе. В общем, вот так, вот здесь вот так вот было, бумажка такой сделана, вот здесь вот так вот, вот этой вот пакетики, и сейчас я про вас вот вскрою этот пакетик, разберу нафиг. Вот здесь он у нас засунул, заклеен этой озоновской ленточкой, с очочками, зонтиком и сланцами. У меня, кстати, сланцы, хрен знает, почти, наверное, лет 10 им. Я помню, ну, меньше, может, 10, я помню в этом, вы прошли, мне как-то в подарок приходили, они у меня через месяц завалились. А вот те, которые до сих пор живы, я в них в душ хожу, когда езжу куда-нибудь, там, путешествую с Верой Балтурой или своим кодом, я всегда их беру вместо тапочек, если не забуду, чисто вот в душ ходить. Они у меня ивановские, они до сих пор еще живы. Вообще, я просто вспомнила про эти сланцы, видео ассоциации. В общем, и оно у нас все это запаковано, вот эти любители, вот этих, у меня бабушка любила вот эти штуки шлепать, и подружка одна тоже любит, и я иногда. По-моему, их практически все любят, да, эти шлепать. Короче, в эту пупырчатую пленку она зафигачила. Ну, я думаю, уже понятно, что тут я и до этого говорила кофе. Кофе Бушуда, премиум, лайт катана. Лайт катана с наклейкой от Азона 100 грамм. Сделана 10 мая этого года, это 24 апреля 2020 года. Швейцария. Нежный, бархатистый арабика. Растворимый сублимированным. Ну, я уже, по-моему, его или обозревала, или первый раз делала ему оду, возносила какую-то. Короче, это первый кофе, который я попробовала, когда первый раз купила в Атрусе года два назад. Не помню, что-то тоже за хреново денег, за 500, за 600, как-то так. Но он у меня как-то, я его и ночью пил, в смысле, и вечером пил, и в любое время суток пил по 2 чайных ложки, фигачил и с молоком. И так, в общем, я от него тащусь. А на Азоне он, в одном из обзоров было сказано, что он чисто исключительно такой женский вариант кофе. Да, женский, мужской. Ну, я понимаю, что у меня кофе дофига, у меня стоит Кода, потом Ред Катана, теперь еще повтор Лайт Катана. Но я очень ее хотела. А когда купила, в общем, больше не видела просто в Атрусе. По-моему, может, она одна была, может, вообще, может, две было. Но я ее тогда купила, когда он закончился, и не было больше, нигде не видела. Ну, тут ничем не пахнет, потому что зафольгировано. А вот здесь я уже даже забыла, какой он этот... Он все-таки отличается по цвету, чем вот те остальные. Надо было взять те же сравнения. Вот такой вот. Не такой резкий по запаху, как Ред. Не такой бодрящий по запаху, как Кода. Но такой нежный, действительно. Если вы фанат кофе хорошего, я не знаю, в России есть плантации кофейные. Ну, в общем, если вы фанат нормального кофе, там кто-то мне писал, что, типа, вот это, Ред Катана или оригинал, что-то такое, короче, что кому-то Бушина там не понравился, что, типа, дорогой и противный. А Якобс дешевый и по скидке, и хороший. Я ничего про Якобс не говорю, он, мне кажется, тоже как-то мне попадался. Возможно, я даже про него что-то там восторгалась. Но если вы хотите, любите кофе и что-то такое классное, то я вам это советую. Это вообще, вы просто обязаны это попробовать, если вы тащитесь от кофе. Я вообще пью за ходами, пью-пью-пью-пью по утрам, а потом руки не доходят совершенно по этому поводу. Я вот как раз долго не записывала мастер-класс насчет кофе с пьянкой. Меня попросили, я вот увидела сегодня комментарий, потому что человек сначала, видимо, человек пытался мое терпение вывести нам. Или доказать самому себе, самой себе. Камен там у меня был такой на канале, она оставила, потом, видимо, удалил, потому что у меня только в уведомлениях он висит, грубиянка со смайликом. В общем, обозвал меня человек грубиянкой, а потом пошел на контакт, на страничку по поводу кофе выяснять. Не знаю, что человек хотел этим добиться, но терпение мое испытывать или еще что-то, я не сразу поняла. Думаю, имя вроде такое знакомое, аватарка какая-то знакомая, тыркнулась на канале, там был какой-то видос с ребенком, и тут точно такой же, не знаю, там внук это или сын, каким местом этот ребенок, ну в смысле, кем он там приходится. Ну, я поняла, что это за человек, но не поняла прикола с этими комментариями. В общем, я просто, что еще вспомнила, там комментарий, запрос оставишь его, был, по-моему, до 29 июля, я вот приехала тогда из деревни, но что-то у меня вообще не шел кофе, не пила я его, не хотелось мне этого вареного в турке, хотя на работу я тогда отсыпала себе после этого кода. Ну, как-то вот у меня то идет кофе, то я его пью-пью-пью, то вообще нафиг не надо. И завтра я постараюсь сделать обзор того чая, который мне в прошлый раз еще подарила теть Валя, про который я тогда говорила, я показывал, кажется, его может нет. Один там был с такой уже проевшейся мольдью, который я благополучно зажгла в печке, а другой был собранный в Германии, и она ездила у меня знакомая в Германию, вот как раз ей там отсыпали травки такой непонятной, растений всяких. Я там только березу, по-моему, распознала. И еще прошлый мой приезд, вот когда я в деревне последний раз была, она мне тоже кое-какой чай подарила такой, мы с ней даже его распили, я его сейчас стабильно завариваю тоже травяной, но он вполне себе, вот раз я его завариваю, там не было никакой мулина, наше счастье, и вот завтра я постараюсь эти два чая обозреть. У меня вообще в планах уже месяца три как обозреть был этот ройбуш, потому что я даже Насте Лукьяновой дарила, но то, что у меня ройбуш был в коллекции, я что-то так уже, никак руки не дойдут до чайной коллекции, это дальше продолжить эти видосы. В общем, вот такие пироги, болтологический видос. Конечно, на Азоне кофе много чего дорогое, но вот внезапно 377 рублей с копейками. Если досмотрели вы до конца, то вам кофейного позитива или просто позитива дарю. Ну и спасибо за просмотр, ну и пока. Субтитры сделал DimaTorzok